Приветствуем тебя новый партнер. Очень рады видеть тебя в нашей команде, команде Центра развития предпринимателей Триумф. И сегодня у нас пройдет инструктаж, то есть мы поговорим, обсудим важные вопросы на старте. Почему именно наш проект выбрал, в чем будет суть бизнеса, еще раз закрепим, откуда и когда будут платить какие деньги, что здесь надо делать, на каком этапе, сколько времени нужно выделять на бизнес, сколько можно здесь вообще заработать. То есть сейчас мы внесем некую ясность в твои цели, то есть продвижение к твоей цели. Ты уже определился с выбором своим и понял, что в компании можно отлично выглядеть, зарабатывать деньги и жить в удовольствии на самом деле. Это, наверное, практически все люди хотят. Наверное, все понятно тебе с возможностями, которые предоставляет компания Reflame. Дисконт для тех, кто хочет экономить или получать немедленную прибыль. И мы поговорили уже на бизнес-встрече, что такое бизнес компании Reflame, что он дает. Но сейчас внесем некоторые уточнения. Еще раз напомню, что основа и фундамент бизнеса – это бизнес-партнеры. Это те люди, которые обучаются, приглашают постоянно людей и обучают своих людей. Ну и понятно, они пользуются продуктом нашей компании. Задача предпринимателя – организовать бизнес-партнер. Он со временем становится предпринимателем. Его задача – научиться делать личный товарооборот, минимум 150 баллов и больше. И приглашать активно людей и формировать групповой товарооборот. И таким образом формируется партнерско-потребительская сеть. Партнерско – это бизнес-партнеры, предприниматели. И потребители – это вип-клиенты, люди, которые берут для себя продукт. И наша задача – вывести товарооборот нашей организации на 75 тысяч и более в 3 недели. План построения бизнеса. Когда мы беремся за построение дома или просто обсуждаем проект какой-то, то без плана очень трудно представить, как пойдет дальнейшее продвижение в строительстве. В нашем бизнесе точно так. Очень важно, чтобы сформировалось у тебя видение пути. Что, зачем мы делаем, на каком этапе, сколько времени уделяем. И очень важный момент – сделать, не сделать, а увидеть масштаб этого бизнеса. Что я имею в виду? Можно прийти сюда и понаблюдать со стороны. Можно прийти сюда и настроиться на доход хотя бы тысячу, две, три гривен. А можно прийти и посмотреть, увидеть, вернее, масштаб компании, который предоставляет своим маркетинг-планом. И поэтому наша задача с вами – поставить фокус на уровень золота. Золото – это когда человек сам организовал командный товароборот на 7,5 тысяч бонус-баллов. И в этой организации вырастил двух себе подобных лидеров, двух директоров. Вот как будто бы в вашей семье два ребенка. И вы будете в статусе золота, будете уже путешествовать за границу, получать доход до тысячи долларов в месяц. Но это не предел. Лучше ставить цель и фокус ставить на уровень бриллианта. Это когда у вас, ну скажем так, в вашей семье шестеро детей. Вот тогда и доход становится в три раза больше, в четыре раза больше. То есть где-то 4 тысячи долларов, от 3 до 4 тысяч вы будете получать долларов в три недели. Это гораздо лучше. Плюс еще дополнительная поездка за границу уже зимой. Вот. Ну и команда большая такая, и доходы большие. И, ну, у нас троится, да, очень важно, такой хороший. То есть фокус ставим на бриллианта. И по ходу проходим уровень золота. И основные задачи сейчас обсудим на каждом этапе. Это наш маркетинг-план. И по маркетинг-плану вот все, кто приходит, стартуют вот с этого уровня. Вот. И потом, выполняя условия товарооборота компании, поднимаются. И первый такой серьезный уровень, уровень директора. Это тысячи долларов лединоразовой выплаты. Но мы не ставим сюда фокус, потому что на самом деле, в настоящее время, это не такой доход, ради которого можно оставить свою основную работу или мечтать только об этом. Наш фокус будет стоять именно на уровне золотого директора. Когда у вас будет вот два директора, и вы выходите сами на золото. Вот. И поднимаемся дальше до уровня 6 тысяч долларов. Вот сюда мы поднимаемся. Вот мы стартуем отсюда, и наша задача прийти сюда. За какое время мы придем, сколько надо приложить усилий, что надо сделать. Мы сейчас это все с вами обсудим. Вот наш путь к цели, ближайший к уровню золотого директора, когда у нас будет с вами два директора. Но все начинается с первого шага. Посмотрите. Вот здесь вот в вашей спонсорской ветке, то есть первой веточке, формируется ваша организация. Первая организация такая. И наша задача за первые два месяца в период стажировки выйти на доход от 50 долларов. И вот на этом этапе вы выявите уже партнеров в своей организации, которые не просто любят продукты, рекомендуют, а те, которые тоже активно обучаются, преодолевают трудности, помогают своим партнерам и двигаются вперед. Это будут ваши будущие менеджеры. И вот вместе с этой организацией вы выходите на уровень менеджера. И потом среди них, когда вы выявляете двух партнеров в параллельных веточках, двух или трех партнеров, три веточки мы сразу стоим, сумма этих товарооборотов веток дает вам уровень директора. Этот период можно назвать интенсивом, потому что уже не просто вам вышестоящие спонсоры помогают строить первую стажировочную ветку, а вы уже сами включились в работу и выращиваете вторую, третью ветку. И на этом этапе через полгода, где-то 10 месяцев, вы будете получать доход от 500 долларов и единоразовую премию 1000 долларов получите. И наша задача помочь вот этим двум партнерам, или трем даже партнерам, расти дальше, достигать вашего уровня директора. В этом и заключается суть бизнеса, что прошел сам до директора, помоги своим самым активным партнерам стать директорами. И вот где-то в течение года, может быть раньше, даже кто-то, может чуть позже, мы выводим своих одного партнера, второго партнера на директоров и становимся старшим директором, получаем 1500 долларов, и потом золотым директором. И вот на этом этапе вы уже сами принимаете решение двигаться дальше к амбициозной цели или остановиться здесь. Как мы строим нашу организацию? Вы приходите в организацию, и уже с первых дней, пока вы разбираетесь в этой первой стажировочной веточке, разбираетесь с инструментами, изучаете информацию, и сразу же делаете какие-то действия, под вами уже организация начинает расти. Ваш информационный спонсор добавляет уже, ваши спонсоры добавляют сюда людей. И все люди, которые от вас находятся ниже, это все считается вашей организацией. Хотя, может быть, вы этих людей даже не знаете. Вы включаетесь в готовую бизнес-систему. Каждая регистрация проходит под ниже стоящего. Вот здесь вот кто не найдет человечка, всех регистрируют под самого ниже стоящего. Вы нашли человека тоже под ниже стоящего. Дальше регистрируйте. Выше стоящие информационные спонсоры материально заинтересованы в том, чтобы вы как можно быстрее сами начали зарабатывать. Потому что, еще раз напоминаю, в компании работает главный девиз. Помогая другим, ты помогаешь себе. Пока вы обучаетесь и вникаете в бизнес, вся команда уже активно работает и приглашает вашу веточку, вашу команду новых партнеров. И вы помните, у нас с вами цель была создать партнерско-потребительскую организацию и найти всего три бизнес-партнера со всей организации, вот со всей вашей организации, куда вы будете приглашать много разных людей, найти всего три человека. То есть вы один, но среди этой организации находите трех, которые вместе с вами обучаются, которые вместе с вами активно приглашают людей и увеличивают товарообороты своих организаций. Эти три человека сделали то же самое. Пригласили по три, и вашей организации уже девять человек. Эти девять человек пригласили по три, уже в организации 27 человек. И 27 человек пригласили по три, уже в организации 81 человек. И когда эти бизнес-партнеры, естественно, они выполняют самое первое условие, выполняют через личный кабинет 150 бонус-баллов, то вот в сумме 80 человек делает уже больше 7500, которые полагаются на уровне директора, уже делает 12000, да? Вот, но мы все понимаем прекрасно, что в такой организации, вот такой организации, не все люди будут выполнять по 150 бонус-баллов, поэтому, чтобы уже гарантированно мы вышли на вот этот товарооборот, нам надо больше в организации людей, чем 81 человек. И вот распределяться, скажем так, статусы людей будут таким образом в процентном отношении. Самая большая часть вашей организации будет бизнес-партнер, ой, извините, пожалуйста, потребителей или вип-клиентов. Они будут просто экономить, брать для себя и экономить. Может быть, кто-то из них будет присматриваться только к бизнесу, но самая главная наша задача на этом этапе влюбить людей в продукты, рассказать как можно больше о выгодных предложениях, о выгодных интересных продуктах в нашем каталоге. Следующая небольшая подгруппа – это продавцы, это люди, которые легко могут коммуницировать, делиться информацией, но самое главное, они консультируют и продают продукт Арифлейм и получают немедленную прибыль, то есть сразу зарабатывают. Вот их 10%. От всей организации вашей 100% всего 5% будут бизнес-партнеры. Это люди, которые обучаются, обучают других и активно приглашают людей. И они зарабатывают за организацию группового товароборота. За вот это вот они получают. Если продавец только получает за то, что он через свой кабинет сделал и продал, эти просто экономят, то предприниматель, бизнес-партнер, он зарабатывает от товароборота созданной организации. Основные теперь задачи на каждом этапе. Посмотрите, пожалуйста, друзья, вот это информационный спонсор. Он делится информацией с вами. Это ваша первая стажировочная ветка. Как вы помните, мы приглашаем и каждого нового партнера, регистрируем под последнего в этой веточке. Вот вы. И на этом этапе ваша задача за первые два каталога научиться делать личный товароборот в 150 бонус-баллов. Если на старте не получается, не разочаровывайтесь и не бросайте, не останавливайтесь. Продолжайте обучаться. Смотрите вебинары, как делать личный товароборот. Лучше изучайте продукт. Вам будет легче рекомендовать его или делиться впечатлением об этом продукте. И наша задача научиться регистрировать минимум три человека. Минимум три человека за первый, второй каталог научиться. Мы с вами организовываем чат на троих. И в этом чате активно обучаемся, обсуждаем все рабочие вопросы и двигаемся дальше. Мы с вами обязательно пишем список знакомых. И этот список знакомых от 100-200 человек должен быть. Список знакомых – это план к действию на каждый день. Если он будет, то у вас и будет 5-10 диалогов каждый день с кандидатами. Диалог ваш будет очень короткий. О нем мы поговорим чуть ниже. И за этот период вы должны приготовить себе инструменты. 5 страниц и больше и активно делать от 150 контактов каждый день. Вот за этот период ваша задача научиться как можно быстрее, научиться легко приглашать сюда людей в глубину. И когда вы научитесь это делать, и вашей организации будет больше двух человек, которые тоже продолжают сюда приглашать людей, вы, как говорится, строите свою вторую веточку. Вы приглашаете второго человека, и уже по сравнению с этой веточкой, во вторую веточку спонсоры вам не будут помогать развивать ветвь Виталия. То есть вы уже должны здесь уметь самостоятельно регистрировать людей. И получается, что вы 3 человека бросаете сюда, парочку людей бросаете в эту первую веточку. Опять 3 человечка бросаете сюда, 3-4 человека, парочку бросаете сюда, чтобы поддерживать эту ветку, пока здесь не появятся еще новые бизнес-партнеры. Вот таким образом у вас формируются две ветки. Почему важно на этом этапе как можно быстрее научиться регистрировать? Чтобы вы смогли самостоятельно строить вторую веточку. Потому что ее товарооборот будет суммироваться к товарообороту первой ветки, и у вас тогда будет всегда отрыв. Надо стараться на начальном этапе, на этапе стажировки, научиться делать отрыв минимум 1000 бонус баллов. Со временем вы научитесь делать гораздо больше. Вот эта веточка, надо, чтобы был здесь отрыв, и чтобы вы получали очень хорошую зарплату. Понятно, да? И вот после того, как вы научились активно строить, то есть интенсив у нас такой, вот и уже Виталия веточка растет, и у него появились два партнера, которые тоже активно регистрируют, мы закладываем третью веточку нашей организации. У вас появляется третий бизнес-партнер, партнер Ана, и под ней вы точно так выстраиваете веточку. Вот, быстренько сюда бросайте трех-четырех человек, сюда двоих, сюда одного, потом сюда опять три-четыре человека, сюда еще троих человек, а сюда уже можете не бросать, потому что тут пять человек уже углубляет эту ветку. И на этом этапе интенсивно, интенсивно, наша задача за ближайшие 6-8 каталогов, уже мы уверенно делаем 150 баллов личный товарооборот, и уже у нас регистраций от 5 до 10 и больше. Уже вы организовываете не участник, вы в чате на троих, а вы организовываете уверенно чаты на троих для своих партнеров, и учите их создавать эти чаты. Научите двух бизнес-партнеров, двух-трех бизнес-партнеров делать то же самое, 150 бонус-баллов и 2-3 регистрации каждый каталог. Кроме этого, ваши эти бизнес-партнеры делают свои странички, инструменты готовят, и каждый день 5-10 диалогов ведут вживую по теплому кругу. И что у нас получится с этого? Смотрите, друзья, первая стажировочная ветка углубляется, она самая большая, в какой-то момент сделает 5000 бонус-баллов, вторая веточка Виталия сделает 2000 бонус-баллов, и последняя молодая веточка Ани сделает 500 баллов. В общей сложности у вас получится 7500 бонус-баллов. Это мы сейчас сами рассмотрели, как получается 7500 бонус-баллов. А теперь посмотрите, пожалуйста, еще раз на этот слайд, и еще раз мы поговорим, мы сейчас говорим о деньгах, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Доходы будут, как говорится, у нас с вами идти из трех источников. За однажды, единожды выполненную работу вы будете получать, как за три работы. Вот первый доход у нас называется объемная скидка. Его платят каждые три недели за товарооборот, созданный вами организацией. Вот это ваши три, уже вы назначили три начальника цехов, которых научили по три найти в своих организациях уже. И вот сумма товарооборотов в этих веточках даст 7500 бонус-баллов. Мы только что на предыдущем слайде смотрели. Ваш доход будет составлять 7-8 тысяч в три недели. Единоразовая премия, вот второй карманчик, это единоразовые премии 1000 долларов, плюс два билета на банкет директоров, плюс менеджерская конференция на 3-4 дня за границу. Вот и вот наша единоразовая премия за то, что мы создали вот такой товарооборот для компании. Вот, но на этом мы не останавливаемся. На вас смотрят ваши партнеры, вот эти вот, которые, которым вы доверили как бы руководить одной веточкой, второй. Они тоже хотят получить и билет на банкет, и менеджерскую конференцию, и единоразовую выплату. И вот когда они делают уже со своей вот этой вот веточкой организации 7500 бонус-баллов и больше, вот этот новичок получает, не новичок, этот директор, партнер становится директором, получает 1000 долларов, а вы получаете за то, что вы его нашли, сопровождали, обучали полторы тысячи долларов. Второй директор, выполняя такую же работу, то есть все дублицируют вас, выполняют работу, получают свою 1000 долларов, вы 2000 долларов, и уже получаете вторую поездку за границу осенью на золотую конференцию на целую неделю. Третью у вас появляется директор и за третьего директора он получает свою тысячу, организовал свой товарооборот от 7500, а вы получаете 3000 долларов. И вот на вот этом этапе, пока подрастает второй, третий директор, вы не останавливаетесь, а повторяете еще раз закладочку на три директорские веточки, такую организацию. И когда у вас закрывается четвертый директор, вы становитесь сапфировым директором, такое красивое название, этот человек получает 1000 долларов, ваш партнер, а вы получаете 4000 долларов. И у вас вот осталось еще два менеджера, которые тоже активно работают, выполняют ваши рекомендации, и когда они закрывают директоров, пятый и шестой, вы становитесь бриллиантовым директором, люди получают вашим бизнес-партнеры по 1000 долларов, а вы получаете 6000 долларов единоразовой премии. То есть это вы понимаете как основной ваш доход на этом этапе, вот это как бы 13 зарплата, как на обычной работе, это единожды выходит, но это еще не все. Вот эти директора, которых вы выращивали, когда-то уделили много времени их и их команде, вы начинаете зарабатывать с товарооборота этих организаций пассивный доход. И причем его выплачивает вам каждые три недели, каждые три недели выплачивает вам единоразовый, ой, выплачивает пассивный доход. Что это за пассивный доход? Бонус Арифлейм вы получаете с первого уровня директоров, вот эти директора, которых вы нашли и обучили, или даже если не вы нашли, то они у вас появились в этой веточке, и вы их поддерживали, обучали, и они стали директорами. Вот это называется первая линия, это бонус Арифлейм 5%. Если этот директор выполняет своей командочкой 100 тысяч товарооборот, то 5% это будет 5 тысяч гривен. И вот тут три директора, вы получаете 5 на 3 15 тысяч, и за этих вот получаете приблизительно 15, то есть в сумме 300 тысяч. Не считая вот этого товарооборота персональной группы, может быть здесь где-то, вот вы получаете 30 тысяч. Вот, за вторую линию, которую вот здесь директора, вот тут, вы получаете золотой бонус 2% от 100 тысяч, это 2 тысячи. Их тут очень много директоров, вот 9, да, 9 умножить на 2 уже получается 18 тысяч. Эти 30 тысяч и 18, вот вам 48 тысяч, 48-50 тысяч. Вот так вот формируется доход, доход бриллиантового директора. На него влияют, как вы поняли, единоразовые выплаты, но самое главное, на него влияют бонусы глубины. Они наиболее большие, и поэтому мы должны с вами научиться как можно быстрее пройти путь до директора, а потом своих партнеров обучать и выводить на уровень директора. Тогда вы будете получать глубинные большие бонусы. А это вот единоразовые премии. Я часто этот слайд объясняю таким образом. Представьте, вы учились в лицее, где золотую медаль вам присваивает звание директора и выплачивает 1000 долларов. Вы получили 1000 долларов, пошли учиться в ПЭТ-институт и вернулись в этот лицей по окончанию. Взяли себе класс, и вот когда в вашем классе вырос один медалист, вы получаете единоразовую премию 1500. Когда два медалиста в классе 2000 и так далее, с каждым выросшим вами, выросшим вашим медалистом или директором, вы получаете вот такие доходы. Плюс к ним золотые конференции, бриллиантовые конференции за границей полностью за счет компании. И вот таким образом маркетинг план можно рассмотреть в такой веселой картиночке. Вот выращивая первую группу своих 6 директоров, вы зарабатываете единоразовые премии в размере 17500 гривен. Вот эти 6 групп можно легко вырастить за 2-3 года от силы. Вот за год вырастить 3 группки в один год и во второй год вырастить еще 3 группки. Вот растем потом дальше, дальше выращиваем группки, дальше выращиваем группки, получаем вот такие единоразовые выплаты. Что можно здесь заработать, еще подводим с вами такой итог. Вот наши карманчики с вами. Первый карман мы экономим, это от 20 до 80 процентов. Сэкономленные деньги это тоже можно считать доходом. Кто-то занимается продажами, это 20, даже 30 процентов. Если человек продает больше, чем на 150 бонус-баллов, он получает еще дополнительные 10 процентов. Но вы видите, это не такой большой карманчик. А вот объемная скидка от товарооборота всей организации от 3 до 22 процентов. Это хороший такой уже большой карманчик. И четвертый карман это премии и бонусы. Премии от 1000 долларов до 1 миллиона. И бонусы от 5 процентов и далее 6 бонусов в глубину. Вот эти вот самые большие доходы в большом карманчике. Ну а теперь давайте мы с вами поговорим, что мы будем получать на начальном этапе, когда у нас только формируется команда. То есть мы не ждем с вами, когда там мы выйдем на 7,5 и получим единоразовую премию 1000 долларов. На пути к этому уровню мы будем с вами зарабатывать 3 процента, 6 процентов от товарооборота. Вот от этого объема продаж мы будем зарабатывать 3 процента, 6 процентов от этого товарооборота. 9 процентов от 10 тысяч. То есть где-то порядком 900 баллов делаем, получаем вот такой вот доход. Вот и так далее. Посмотрите, до уровня старшего менеджера-директора, где мы делаем 7,5 тысяч бонус-баллов. Вот это бонус-баллы по Украине, 10 до 12,14 гривен. По России это 30-40 рублей составляет. Вот по этой табличке, если вы даже сразу не запомните, ничего страшно, вот это вот путь наш к директору, первый этап, он самый сложный. И вот вы сейчас видите такая вот табличка, чтобы для лучшего понимания, как формируется, получается 3 процента, вот вам картинка. Один вариант. Или вы можете самостоятельно сделать 150 баллов и получаете от этого своего товарооборота 3 процента. Или же у вас уже есть партнер, и вы, получается, делаете свои 150 бонус-баллов и 75. Еще раз напоминаю, что если только вы делаете 150 бонус-баллов и больше, вы можете рассчитывать на процент, то есть на возврат денег, на ваш, скажем, на ваш доход. Так, 6 процентов, когда вы делаете от 450 бонус-баллов, ну почти что до 900 бонус-баллов. И вот здесь уже вы видите, вы и под вами уже организация, это стажировочная веточка растет. 9 процентов, это до 900 бонус-баллов. Вот уровень менеджера до 900 бонус-баллов у нас. И мы с вами продолжаем. Очень важно, чтобы вы увидели на этих слайдах, как ваша будет формироваться организация. Организация, поняли? Вот на начальном этапе у вас стажировочная ветка, но когда вы уже научились сами приглашать, мы добавляем вторую, третью ветку. И вот таким образом выходим на уровень 12 процентов. Это 1800 бонус-баллов и почти что до 3000 бонус-баллов. И вот такая у вас будет объемная скидка. Может быть больше, может быть меньше. Вот 15 процентов от 3000, 18 процентов от 5000. И у вас уже здесь три ветки. Одна ветка делает 2000 бонус-баллов, а вторая ветка делает 1000 бонус-баллов, и третья ветка делает 500 баллов. То есть от 3000 бонус-баллов и выше у вас 15% и так далее. И вот когда ваш весь товароборот составляет 7500 бонус-баллов, первый раз вы вышли, вы открыли звание старшего менеджера. Если вы в течение 8 каталогов с 17, можно подряд, можно не подряд, выходите на товароборот 7500 бонус-баллов и больше, вы получаете единоразовую выплату в 1000 долларов, еще раз говорю, доход ваш составляет от 5000 до 8000 гривен. И вы еще получаете ситуативные бонусы, в данном случае это 7500 бонус-баллов. Суть бизнеса, теперь мы возвращаемся, в чем же заключается суть бизнеса, то есть не возвращаемся, а уточняем еще раз. Мы с вами получаем доход, то есть компания с нами делится частью своей прибыли за то, что мы помогаем ей создавать крупные товаробороты. Крупные товаробороты считаются от 75 тысяч гривен до 100 и больше в 3 недели. За счет чего мы создаем такие крупные товаробороты? То есть мы не сами покупаем, мы не себе набираем, мы не бегаем продаем. Мы этот товароборот создаем за счет партнерско-потребительской сети, направляем людей на сайт компании и получаем свои 10%. То есть, например, от 100 тысяч мы получаем приблизительно 10 тысяч гривен в 3 недели. Если вам кажется, что это маловато и это нормально, вы амбициозный человек, то ваша задача, вашей организации выявить этих трех партнеров и помогать им идти на уровень директоров и получать свои единоразовые выплаты в размере 1000 долларов и плюс загранпоездки за границу. Ой, да, путешествия. И теперь у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, главная задача, понятно, у нас направлять поток людей на сайт компании и учить их, как выбирать продукт, как делать заказ, как оформлять регистрацию, подписку. То есть помогать людям ориентироваться на нашем сайте. И вот теперь путь дохода. Самое интересное, вам кажется, когда же придут эти денежки в ваш кошелек? Вот этот путь. Первый этап – это немедленная прибыль от продаж или экономия ваша. Это немедленная прибыль. То есть то, что вы сэкономили, это может быть даже вашим небольшим доходиком. Второй этап – это когда у вас есть организация и их товарооборот суммируется к вам и получается объемная скидка. Вот почему выгодно делать ЛТО. Потому что вы будете вот здесь, на этом этапе, уже получать объемную скидку. И вы ее получаете не на карточку, а она у вас находится на вашем номере консультанта. И когда вы делаете свой заказ, то ваш товар на 50% становится дешевле, перекрывается объемной вашей скидкой. Почему выгодно делать ЛТО? Потому что вы будете обналичивать на этом этапе деньги. И третий этап – когда у вас уже сформировалась серьезная команда, партнеры ваши растут, и вы уверены уже в завтрашнем дне, что вы будете делать и директора, и дальше старшего директора, и золотого, вы оформляете предпринимательство. Это очень легко с компанией Reflame делается. По указанным кведам все делаете. Вот открываете предпринимательство и заключаете договор с компанией. Получаете на банковский счет все уже доходы. Что надо делать теперь конкретно? Три основных правила. Первое – пользоваться продукцией компании. То есть, если у вас есть свой интернет-магазин с нашей продукцией, то не стоит больше приобретать шампунь, тушь или губную помаду где-то на рынке или в магазине. Дальше. Второе условие – обучаться и обучать свою команду. Все, что вы услышите за день, чему научитесь полезному, обязательно надо передавать своей команде. И обучаться, обучаться, обучаться. Знанием по продукции, знанию по маркетингу. То есть, ну, это новая профессия. Но в отличие от того, что вам с институтом, вам не надо будет 5 лет сидеть, платить деньги за обучение. Вы будете сразу учиться и учить других. И самая главная еще задача наша с вами – приглашать бизнес-людей. Потому что именно за счет притока новых людей будет увеличиваться групповой товарооборот. Итак, первое задание – пользоваться продукцией компании. Ассортимент очень большой, очень много разных сегментов. На встрече по портфелю продукции вы более детально узнаете о разных сегментах продукции. Вот. И понятно, что вы пришли сюда зарабатывать, а не тратить. Никто вас не заставляет тратить денежку. А наоборот, хотим вас научить делать совместную покупку. Это сейчас очень популярно в интернете. То есть вы находите несколько своих друзей, знакомых, родственников, которым говорите, что вы открыли интернет-магазин. И приглашаете их скупляться в вашем интернет-магазине. Почему важно делать свой личный товарооборот? Во-первых, вы будете получать объемную скидку. Во-вторых, вы можете легко научить других людей. Перед вами сейчас картинка вашей организации. Это вы. А внизу ваши партнеры, которых вы пригласили. Или партнеры-партнеры. Вот здесь они делают личный свой товарооборот. Вы видите какой. А с правой стороны вы видите групповой товарооборот. И вот самый последний человек, вот здесь, сделал товарооборот в заказе на 25 бонус-баллов. Эти 25 бонус-баллов считаются и этой Оле, и суммируются к вышестоящему наставнику, к Лене. И у этой Лены получается личных 25, а в сумме получается 50. И так далее увеличиваются товарообороты групповые за счет прибавления товарооборотов каждого. И вот обратите внимание, только те, которые выполняют свои 150 бонус-баллов, они могут рассчитывать на свой процент. Те, кто не выполняет 150 бонус-баллов, они не получают объемную скидку. Это единственное условие у компании для тех людей, которые хотят получать доход от компании. То есть они тоже должны научиться делать свой личный товарооборот. И вот зачем, еще раз повторюсь, надо научиться делать личный товарооборот. Потому что на самом деле это золотой ключик, который дает возможность получать объемную скидку, автоматически участвовать в стартовой программе и в разных акциях, типа лояльности, акции по лояльности и разных других акциях. Если ты умеешь сам делать 150 бонус-баллов, ты легко сможешь научить другого человека. И еще самое важное, вот на втором этапе, когда ты получаешь, еще не получаешь деньги через банк, тебе будет удобно обналичивать деньги через небольшой круг своих знакомых, которые будут брать у тебя или по цене каталога, или даже ты будешь давать со скидкой. Но ты будешь обналичивать таким образом свои деньги. Ну, например, представь себе, что у тебя соседка заказала туалетную воду за 500 гривен. Тебе она стоит на 20% меньше, то есть 400 гривен. Но твоя объемная скидка половину погасит. 400 напополам за 200 гривен. Тебе надо будет оплатить за эту воду всего 200 гривен. А соседка дает тебе 500. Таким образом, ты 300 гривен сразу обналичиваешь своей объемной скидки. Вот почему надо научиться делать 150 бонус-баллов. И отличный стимул для новых партнеров – это стартовая программа. Уникальные продукты, ну, просто бестселлеры компании, которые… Арифлейм, которая предоставляет для того, чтобы человек распробовал наш продукт, и вот реально влюбился и захотел сам пользоваться и рекомендовать. Также активно используйте все разные акции по программе лояльности и рекомендуйте их. Вторая наша задача – приглашать людей. Основную работу и поток людей мы будем находить на холодном рынке, в соцсетях, на досках объявления. Вот. Но стартовать мы будем с теплого круга. Почему мы это делаем? Потому что не надо с этими людьми утепляться. Люди вам доверяют. Люди знают вас. Вы спокойнее и увереннее будете с ними разговаривать. Можете попросить у них даже рекомендации. Если человек, этот знакомый, не заинтересовался вашим предложением, вы можете попросить рекомендации. Еще вы можете к этому человеку через некоторое время вернуться, когда уже получите более такие уверенные знания, навык отработаете. Можете вернуться и еще раз пригласить человека. Ну и кроме всего, приятно со знакомыми делиться информацией. Как эффективно и правильно отработать свой список знакомых? По статистике, у любого человека, которому больше 17 лет, у него больше 700 знакомых. Поэтому вам надо обязательно сосредоточиться и написать список знакомых. Для этого вам надо руководствоваться единым правилом. Не делать выбор за других и писать всех людей, кто моет голову и чистит зубы. Вот такой бланк вам поможет быстренько запомнить его. Вспомнить своих 5 родственников, 5 друзей, 5 коллег по работе, соседей, бывших, настоящих по школе. Заполните, пожалуйста, этот бланк. И этот список знакомых будет планом к действию, планом к действию на каждый день. Обязательно сделать в начале список из 100 человек и постоянно его дополнять. У нас два варианта диалога с вашим теплым кругом. Можно с ними разговаривать, а можно им просто писать в соцсетях. Значит, первый вариант мы говорим. Используем вот такой несложный звонок на полторы минуты. И таким образом каждый день от 5 до 10 звонков полторы минуты. 10 звонков это приблизительно 15 минут. Привет. Мне звонила моя знакомая, она работает в интернет-магазине. Там набирают еще сотрудников, работают с дома. Хотелось бы взять своих знакомых. Сегодня, завтра позвонит менеджер, все более детально объяснит. Мне дополнительный доход нужен. Обязательно акцент сделайте на то, что вам нужно. Я свой телефон дала. Если тебе денежка нужна, могу дать и твой телефон. Что скажешь? Вот такой короткий диалог. Быстренько 10 человек своих опросили. Из 10 человек обязательно 2-3 человека заинтересуются и дадут телефон. Согласятся дать свой телефон. И на втором этапе уже с ними будет говорить менеджер. Второй вариант. Вы можете не звонить, если вы стесняетесь. Можно заняться перепиской. Но в этом случае надо взять бланку вышестоящего спонсора. Там переписки рекомендованные. Выбрать в день 10 человек. И последовательно скрину вести диалог. Не заниматься самодеятельностью. А писать четко предложение за предложением. Вы написали предложение, человек ответил. Только потом пишите следующее. То есть это заинтересовать человека перепиской. Самая главная наша задача здесь вывести человека с теплого круга на собеседование 5-10 минут с вашим менеджером. Это самая главная задача. Вот. И теперь задача номер 3. Это обучение. Как мы это будем делать с вами? Я рассказываю, или ваш менеджер, или директор вам рассказывают, вы слушаете. Вам показывают, вы смотрите. Может через скайп, может быть лично. Потом делаете вместе с наставником. Потом делаете сами. Но наставник наблюдает и подсказывает, если вам надо. И делаете сами. И объясняете сами. И получаете свой результат. Обязательно вы должны объяснить, почему сделали именно так. Вот таким образом мы с вами обучаемся. На самом деле наша работа это, скажем, такой разговорный жанр. То есть мы учимся менять у людей стереотипы и давать в своем разговоре более четкую картинку о том, что мы им предлагаем. Что надо научиться нам рассказывать? На самом деле, вот за всю активную работу вашу придется освоить всего пять таких разговоров важных. Первое предложение. Это самый короткий разговор, который я озвучила. Моя знакомая приглашает в интернет-магазин. Второе собеседование на 10 минут. Это вот здесь, вернее, не второе собеседование, а вот тут именно второе написано собеседование. Вообще, это первое собеседование с кандидатом на 7-10 минут. Оно несложное абсолютно. Потом бизнес-встреча, которую вы прослушали ранее, и инструктаж, который я провожу сейчас. Чуть позже вы научитесь проводить маркетинг-план или 9 видов дохода. Перед вами вот несложные тексты, которые надо освоить в первый месяц. Вот первый диалог, это в первой неделе прямо используем, а второе собеседование на втором, третьем каталоге вы уже должны научиться сами проводить это собеседование. Перед вами лежит бланк, вы сразу с наставником прозваниваете, он вас слушает, корректирует, подсказывает, а потом вы самостоятельно прозваниваете по этому бланку. С уровня менеджера, то есть с уровня 9%, вы проводите бизнес-встречу, цель которой раскрыть идею бизнеса и показать выгоды человека и определиться, что хочет новичок, дисконт или бизнес. Вот, и инструктаж, цель сформировать видение пути, как двигаться дальше вперед. Инструменты, которые мы используем на старте, это командный чат онлайн Триумф. Это наш виртуальный офис, в котором находятся наши партнеры с разных-разных регионов. Потом учимся работать не только в чате командам, но и в чате на троих, где вы будете более детально получать рекомендации от наставников, обязательно отвечать на вопросы, обязательно активно там задавать вопросы. Потом познакомимся, еще инструмент у нас три письма. Первое, ознакомительное письмо, давайте знакомиться. Второе письмо, активация заказа. И третье, сортировка знакомых. Информационные блоги в помощь у нас есть для обучения. Чаты, очень полезные чаты, это по спонсированию, на Вейдж и Велнос, где вы будете брать информацию для своих партнеров. Потом портфель продукции обязательно внимательно изучить. Азбуку бизнеса, 4 урока, это несложно абсолютно, там и работа с возражениями, суть бизнеса. Вот, и уже позже, 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 когда мы выйдем на уровень менеджера, пройти школу менеджера. Подготавливаем сейчас инструменты. Это странички в соцсетях. Ваш наставник расскажет, сколько, где вам надо сделать. Таблички заведете для учета своей работы. Приготовите открытки, картинки. В папку вам наставник выдаст тексты для собеседования, для переписки. Все это у вас будет. И теперь нам надо обсудить, вот в принципе я все рассказала уже, теперь нам в конце надо обсудить все моменты, важные на берегу, как говорится. Как вам заинтересовало вас предложение? Не сложно. Сформировалось какое-то видение пути, понятно, на каком этапе вы будете получать деньги, почему важно научиться делать личный товарооборот, какие активности будут на этапе стажировки, на этапе интенсив. И вот теперь мы обсудим некоторые моменты. Очень важно, чтобы вы сейчас ответили на вопрос, что для вас бизнес, что для вас обозначает это слово бизнес. Следующий вопрос, надо понять для себя, что ваш бизнес это ваша ответственность. Представьте, вы открыли магазин или салон красоты или уголовную мастерскую, это ваша ответственность. Когда он открывается, как он наполняется клиентурой, это все ваша ответственность. Бизнес это не спонсора, вот и если у вас что-то не получается в этом плане, задавайте себе вопрос, кому это надо. Если вы устали приглашать, если вам надоело звонить, если вы не хотите странички подгружать контентом, то есть задавайте себе вопрос, кому это надо. Дальше, определитесь со своими приоритетами, особенно на старте, когда вы стажируетесь. Выбирайте, что для вас важнее, пойти подучиться на вебинар или посмотреть очередную серию сериала. И еще важный момент, вы должны дать себе срок. Невозможно за первую неделю или за один, за два, три дня выйти, как говорится, в дамки и получить результат. На все надо время, должны вы созреть головой, должны набраться опыта, сформировать навыки определенные. Дайте себе срок, не менее года, чтобы разобраться, понять и включиться активно в эту работу. И самое главное, вы должны понять, зачем это вам надо, потому что именно ответ на этот вопрос, как ваша цель, станет источником вашей энергии, вдохновения для продвижения вперед. Для этого обязательно напишите, пожалуйста, у вас будет список знакомых, первое задание от 100 человек и больше. И напишите 25 желаний, не имею, но хочу, потому что без желаний очень трудно двигаться вперед. С этих желаний выберите три наиболее важных, и мы с вами обсудим, на чем нам сфокусироваться надо. И важное понятие информационный спонсор. Люди, человек, который вас пригласил, он заинтересован вам дать как можно доступно, полезно и много информации. Это его роль. Он не должен вам вместо вас что-то делать, он делится с вами, обучает вас, дает информацию. И самое главное на этом этапе не ждать, получится у вас или не получится, тогда расскажу родственникам. А сразу же поговорить со своей семьей, показать свою позицию, что для вас это очень серьезно, что вы настроены на результат, что вам важна их поддержка. Вот поговорить, договориться с семьей, чтобы вам дали возможность год простажироваться, проработать в нашем проекте. Только после этого вы можете рассчитывать на серьезный фундамент вашего бизнеса. И сейчас я очень надеюсь, что вам доступна стала более-менее какая-то информация, и вот уже видение пути стало более четким. Я вас поздравляю с этой информацией. Не пугайтесь, если вам кажется, что информации много, цифры, проценты, стрелочки. Вы эту информацию будете слышать многократно, и с каждым разом она будет проникать в вас, и будет становиться все понятнее и доступнее. И теперь берите прямо и делайте. Удачи вам, друзья!